Это аргументы. Сегодня гость нашей программы заместитель председателя Верховного Света Хакасии Михаил Молчанов. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, дорогие телезрители. Михаил, в прошлом году вы часто критиковали правительство Хакасии по разным вопросам, но сегодня вас стало слышно гораздо реже. Может быть, с чем это связано? Раньше вы были просто рядовым депутатом, сейчас получили должность и что, успокоились на этом? Очень забавная формулировка. На самом деле, критики не стало меньше. Ситуация поменялась только в том, что у меня добавилась должность, добавился ряд полномочий, направлений, в которых я сейчас работаю по линии депутатского корпуса. Конечно, там очень много, скажем так, рутинных моментов, которые необходимо решать. Но, тем не менее, критики не стало меньше, объективных анализа и оценки работы правительства тоже меньше не становится. И, конечно, предложений, которые сегодня вносятся, их тоже с каждым днем становится больше и больше. Но вот сегодня мы зашли в целом в этап перестройки, той самой перестройки, которая требовалась жителям Хакасии в части нашего органа законодательной власти Верховного Совета. Вы помните, что предыдущую пятилетку я очень активно, я и мои коллеги по ЛДПР критиковали вот эту застоявшуюся в республике законодательную власть, в которой ничего уже десятилетиями не меняется. От руководителя до всех структурных подразделений. Подходы к работе депутатского корпуса были слишком законсервированы. Мы перешли в новый формат работы, новый руководитель Верховного Совета, который сегодня во многом слышит предложения, в том числе и от своих коллег от оппозиции. В частности, те предложения, которые вношу я, допустим, и мой коллега Ярослав Геннадьевич Хаврон, в направлении, допустим, изменения регламента Верховного Совета, который десятилетиями не менялся. А сейчас, уже вот, в ближайшие месяцы, мы примем абсолютно новый регламент, по которому будем, и вся работа депутатского корпуса будет строиться уже по-другому. Туда будут, конечно, включены предложения, которые очень громко звучали, когда я критиковал отсутствие возможности у депутатов высказываться на сессии по социально значимым вопросам республики, по обращениям граждан. И тогда Владимир Николаевич говорил, что там Молчанов пытается устроить шоу на каждой сессии. Сегодня мои коллеги слышат меня, и мы сегодня разработали такое межфракционное предложение, которое позволит депутатам каждой фракции перед началом сессии выступать как раз-таки по принятым обращениям и социально значимым вопросам республики. Вот этого мы долго добивались. Сейчас вот эти полгода у нас были этапом перенастройки работы Верховного Совета. И, на мой взгляд, динамика положительная. Удалось добиться какого-то реального продвижения в каком-то вопросе? Или все, пока вот мы собираемся, обсуждаем, решаем и думаем, как жить дальше, а когда же будем действовать-то уже? Ну, к вопросам касательно реальных действий, для того, чтобы наши жители Хакасии их ощущали, нужно понимать, что это прямое направление ответственности нашего правительства. Верховный Совет же может все-таки каким-то образом влиять на правительство. Влиять, да, действительно, это так. И более того, в отличие от предыдущего созыва, на мой взгляд, мы пользуемся этими возможностями чуть больше. Вот, допустим, проанализировав заседание правительственного часа, правительственный час у нас был на одной из сессий депутатских, где отчитывался министр природных ресурсов и экологии. Если раньше мы просто выслушивали отчет профильного министра или заместителя главы, да, курирующего вопрос, то ограничивались там принятием к сведению его отчета. То сегодня, вот, отчет, да, министра, который затянулся более чем на час, мы трансформировали, итогом стало принятие постановления. А в этом постановлении уже были даны четкие поручения, которые должны быть приняты во благо того, чтобы проблема с вывозом такого у нас в республике менялась. Более 10, на моей памяти, пунктов, которые мы разрабатывали, вносили. Вот эти все пункты мы проговорили, мы все внесли сегодня и ждем от правительства сегодня реакции. Мы за правительство, к сожалению, этого сделать не можем. Мы и так за правительство уже сегодня разработали порядки, да, как делать, что пошагово нужно делать. Однако вот от них осталось это все исполнить. В Хакасе в последнее время вот увеличивается количество министерств. В Верховном Совете стало больше заместителей председателя. Вы стали заместителем председателя. Вот почему вы лично в целях экономии не отказались от этой должности? Я являюсь единственным заместителем, который не получает заработную плату. Я являюсь единственным заместителем, который, ну да, на сегодняшний момент объективно никакой нагрузки на республиканский бюджет не несет. Вот. Что касается выделения новых комитетов в составе Верховного Совета, ну они действительно были необходимы. И необходимы в части изменяющихся приоритетов на уровне федеральных, в федеральном уровне. О чем мы говорим? О том, что у нас появился комитет по спорту, туризму и молодежной политике. Вы знаете, что сегодня у нас формируется новое министерство по молодежной политике в республике. И это все те вещи, которые на самом деле действительно необходимы были. Почему? Потому что, допустим, сегодня министерство образования, министерство просвещения охватывает целевую аудиторию молодежную в возрасте до 24 лет. А молодежь у нас это люди до 35 лет. И вот как раз таки с точки зрения работы министерств возрастная категория от 25 до 35 лет, с ней по сути-то никто и не работает. А это как раз таки самая трудовая, ну трудовая, да, активная молодежь. И в рамках этого, конечно же, сегодня разрабатывается новая стратегия развития молодежной политики до 2030 года, которая как раз таки требует персональных подходов, в том числе к этой возрастной категории. Мы обязаны сегодня это делать для того, чтобы в республике у нас оставалось больше молодежи, чтобы ее появлялось больше, чтобы рождаемость росла, да. Для этого мы должны создавать все условия, для того, чтобы здесь хотелось создавать многодетные семьи, для того, чтобы хотелось оставаться здесь в Хакасии, а не уезжать в другие города и там в столицу нашей Родины. На твой взгляд, каким образом Верховному Союзу действовать в этом году, чтобы жизнь в Хакасии становилась каким-то образом лучше? Вот какие приоритеты надо выделить и по каким направлениям работать? Что сейчас главное? Ну, ситуация мировая сделала так, чтобы общий, скажем так, вектор сплоченности, вектор единения возобладал над всеми политическими разногласиями. И все-таки, чтобы все политические силы стали работать в одном ключе, во благо того, чтобы в целом решать общие задачи. Вот в Хакасии какая-то задача? Что первостепенное? У нас очень много задач. У нас слишком большой долг республиканский, который сегодня необходимо сокращать для того, чтобы повышать уровень социальной обеспеченности. Нам необходимо использовать инвестиционный потенциал региона. Это задача номер один, на мой взгляд, потому что только в условиях привлечения новых инвестиций в регион мы сможем больше зарабатывать. А больше зарабатывать – это значит обеспечивать и исполнять свои социальные обязательства. Мы говорим сегодня, как другие субъекты, видим, как другие субъекты. Допустим, Московская область сегодня вводит дополнительные надбавки учителям на компенсацию жилья, допустим. А у нас в регионе такого нет. И мы понимаем, что это может спроецировать некую перетечку кадров в другие регионы. Как, допустим, было в период пандемии, когда наши врачи вынужденно за другую зарплату уезжали в соседний Красноярский край. Для того, чтобы у нас была своя база материальная, обеспечивать, повышать уровень поддержки социально значимых направлений, должностей, профессий, конечно же, необходимо в первую очередь здесь работать, повторюсь, над пополнением нашего бюджета. Михаил, через месяц состоятся выборы президента. Как вы считаете, насколько важно это событие в сегодняшних условиях, в тех условиях, в которых сегодня живет страна? А вот здесь все верно. Я думаю, любой, скажем так, думающий гражданин нашей страны четко понимает, что сегодня выборы президента нашей страны, президента России, они имеют не столько внутреннее значение для нас, для россиян, сколько привлекает внимание мирового сообщества. И ладно бы, если бы мы были какой-то рядовой маленькой страной, да, и действительно это было бы каким-то нашим там местечковым делом. Но сегодня Россия борется фактически за весь свободный мир. Мы сегодня ломаем вот эту однополярность мировую. Сегодня мы встали против коллективного Запада, там во главе с США, которые диктаторским способом долгие десятилетия фактически навязывают свою политику, в том числе России, но и другим государствам. И вот сегодня выборы, внимание всего мирового сообщества к России приковано основательно. И поэтому задача номер один, это, конечно же, показать всему миру, что выборы в России являются легитимными. Что жители России едины вот в этом порыве противостояния и поддержания, точнее, той политики, которую выбрал наш президент. Поэтому в этом вопросе, конечно, мы должны быть едины, прийти в обязательном порядке на избирательные участки и выразить свою позицию. Вот это должен каждый россиянин понимать, поэтому, и, собственно, мы сейчас активно работаем все политические партии, которые выдвинули своих кандидатов, вообще все здравые силы, которые сегодня принимают участие в выборах. Ну, это же, скажем так, сопричастность и поддержка во многом и нашим ребятам, которые сегодня выполняют задачу специальной военной операции. Потому что сегодня избрание, ну, легитимные выборы в России покажут скорейшую победу в этой спецоперации, в этом противостоянии. То есть я убежден, что после выборов президента, мы же видели сегодня интервью, которое Владимир Владимирович дал Карлсону, и он транслировал всему мировому сообществу, что, а, Россию победить невозможно, это так, действительно, я убежден в этом сам, потому что знаете, что территорию ДНР я посещаю очень часто, и наши боевые подразделения, и знаю настрой наших ребят, и уровень готовности вооруженных сил побеждать, и что необходимо еще нам для того, чтобы победить. Вот, но мы понимаем, что для того, чтобы это сделать, мы должны все сплотиться, и вот сегодня наше единение должно выразиться вот в эти три дня, 15, 16, 17 марта, когда мы пришли и проголосовали. К вам не обращались люди, может быть, даже избиратели ваши с таким вопросом? А почему вы, молодой человек, здоровый, не идете служить, не защищаете родину с оружием в руках? У меня был, на самом деле, свой внутренний порыв это сделать, и ты знаешь, что еще до референдума я ездил волонтером в ДНР, и там познакомился с одним очень, на сегодняшний момент, известным человеком, военнослужащим, полковником, с позовным «Ангел», его зовут Юрий Гагарин, и как раз началась мобилизация была в России объявлена, и мы с ним разговариваем, развозя гуманитарную помощь в полном обмундировании, находясь под обстрелом, и, значит, разносим гуманитарку, и начинаем говорить о мобилизации, я вас говорю, вот сейчас возвращаемся в Россию, попадаю под мобилизацию, возвращаюсь, и возвращаемся к вам в подразделение, уже будем с оружием в руках родину защищать. А он сказал очень умную фразу, вот оцени, говорит, на самом деле уровень своих возможностей, где ты будешь действительно более полезен, с оружием в руках, если как приедешь, как боевая единица, или будучи человеком, который умеет налаживать коммуникации, человеком, который сможет оказать из тыла серьезную поддержку, допустим, в части гуманитарной помощи. Ну и, конечно, я понимаю, что на сегодняшний момент, вот в части реальной помощи фронту, да, здесь я действительно намного полезней, да, я умею там стрелять, да, я там старший лейтенант в запасе, да, если необходимо будет, и государство скажет, что необходимо взять оружие в руках и пойти воевать, я обязательно это сделаю. Что бы ты хотел сказать жителям Хакасии канун 23 февраля, Дня защитника Отечества? Я желаю скорейшей победы, победы уже в этом году России в специальной военной операции. Желаю, чтобы в следующий день защитника Отечества все отмечали вместе со своими родными и близкими у себя дома. Вот, и, наверное, это самое главное пожелание, которое я хотел бы озвучить, и вот что бы было так, что бы было так, это самое главное. Спасибо, Михаил, за интересную беседу. Благодарю, Петр. Спасибо большое, дорогие телезрители. Это была программа «Аргументы». Мы выходим в эфир, чтобы откровенно говорить о жизни Хакасии. Спасибо, что были с нами. Петр. Субтитры подогнал «Симон»